Кто вам сказал искать красивую? Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. В общем, с 20 до 25 лет – это возраст. Лучше для сватовства. Там вопросов нет. Потом уже идут придирки. И все это потому, что каждый приходит и добавляет своих условий. Чтобы жениться, всего-то нужно 3-4 пункта. А тут родители пришли, еще от себя добавили. Бабушки, дедушки добавили. И тетушка, конечно. Она-то уж столько условий добавит. Как будто сама снова замуж выходит. Понимаете, да, тетушки, зачем вы так жизнь людям усложняете? Причем иной раз там бред всякий. Вот бред, реально говорю вам, просто бред. Он должен быть выше тебя. Прав я или нет, скажите мне? Как будто это золотое правило. Прав я или нет? Если он чуть ниже тебя ростом, то мы, к сожалению, вам отказываем. Да вы что, дайте шанс человеку. Он может туфли носить на платформе. Или к доктору Мартинсу его отвезти. Повыше станет. В крайнем случае, лестницу вам подарим. Как-нибудь выкрутимся. А то, типа, если он на один, на два года будет младше, чем ты, мы этого не допустим. Так или нет, ребят, ну? Большинство. Хорош, ребят, говорите со мной. Я же за вас здесь заступаюсь. Да, хорошо. Слышали, да, брат такой, типа, да, я младше нее. Я ниже нее. Пожалуйста, шейх, скажите им. Да, сестры, были в такой ситуации, когда у вас жених на примете есть, чуть младше вас. Когда посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи осалям, было 25, он женился на Хадидже, да будет доволен ей Аллах. А ей сколько было? Мне послышалось 14? Или вы сказали 40? 40, да? 15 лет разница. Две версии передается о ее возрасте. По одной 40, по другой 28. Так или иначе, все равно она была старше пророка. Она была вдовой, несколько детей было, и пророк выбрал ее. Попробуй объясни это своим родителям. Они скажут, но это же был пророк, саллиллаху алейхи осалям. Это не про нас. Что? Нам нужна 19-20. Нам-то куда до них? О боже, и они все пополняют список? Мол, вот одно у них у всех должно быть. Он должен быть привлекательным, она должна быть красивой. И под привлекательным и красивой они имеют в виду привлекательным в их глазах. Для них красивой. Кто вам сказал искать красивую? Вот скажите своему отцу, мой уже умер, да помилует его Аллах. Мне он не мешал, аль-хамдулиллах. Но если вам отец своими ненужными условиями мешает, скажите, пап, ты женишься или я? Серьезно, маме своей скажите, я знаю, вы сказать такого ей не сможете. Но хоть через кого-то. Ты женишься или я? Красота – это дело субъективное. Некоторым нравятся приплюснутые носы. Серьезно, сестры, если у вас такой, некоторым мужчинам нравится нос, как пуговка. У вас и так пуговки, 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 пуговки везде. Подходит, аль-хамдулиллах. А некоторым женщинам нравятся носы с горбинкой. Как у самолета Конкорд, может она полетать хочет. Понимаете? Нравится ей. Каждому свое. Как пуговки носы бывают остренькие. Люди высокие или толстые. Некоторым людям нравятся потолще. Я не выдумываю. У одного брата спрашиваю, какую ищешь. Он говорит, ну, надо, чтобы она была… Я это не выдумал. Говорит. У другого брата спрашиваю, какую ищешь. Он говорит, ну, мне надо, чтобы стопы ее были поменьше. Честно, заморачивается на этом. Помню, сестра одна однажды говорит. Не люблю, когда у парня кудрявая борода. Ну, вот такой вот у нее пунктик. Одним сестрам нравится кудрявая борода, другим нет. Каждому свое. Не надо списком условий усложнять жизнь. Главное, чтобы вам нравилось. Честно, если список ваш содержит в себе 20-30 пунктов, кто ж под него подойдет, это ж трудно. Чем больше ваши родственники добавляют в этот список, тем сложнее. Это как посланник Муса, мир ему, приказал сынам Исраиля, корову зарезать. Зарезать корову – это любую, значит. Они сказали так. Какую именно корову зарезать тебе Аллах велит? Аллах не спасал, что она должна быть не старой, а молодой. В итоге они снова к Мусе. А какого цвета? Аллах Мусе не спасал ответ, что она должна быть ярко-желтой, чтобы когда смотришь, диву даешься. Они снова к Мусе. Опять какой-то вопрос придумали. Еще сильнее себе задачи усложнили. Говорят, «Объясни, мы все еще не особо понимаем, какая конкретно корова нужна. Все, что нужно было сделать – найти корову. Любая подошла бы». В итоге они добавляли одно условие за другим, пока Мусе не сказал, «Мой Господь говорит мне, она должна быть неприучена землю пахать или орошать ниву. Вот такую вот корову им теперь нужно найти». В итоге нашли, и знаете что? Нашли одну корову во всем регионе, а ее владелец не хочет им ее продавать. Они ему говорят, «Но нам правда очень нужна эта корова». «Почем?» Говорит, золото с нее весом. В итоге они столько золота дали ему, сколько она весит. Купили и принесли в жертву. Поэтому сура Бакара – корова, и называется корова. В этой суре история о ней. В чем же мораль этой истории? Не добавляй ненужные условия. Понимаешь? Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Когда я вырасту, буду жить долго и счастливо. Не будешь!